I have ways of blowing things up. Она резко вспомнила, что она не хочет встречаться с Ричардом. Это, несомненно, крайне пессимистичное решение. Так что, знаете, я тоже не хочу встречаться с Ричардом. У меня есть болторез. Я могу уйти отсюда. Но, как бы, я, наверное, это бы и сделал. Потому что вряд ли вот эта фиговина, она может отсюда вырваться. Я думаю, что это место ее держит, и она отсюда никогда не выберется. Поэтому мы могли бы просто свалить отсюда, и ничего бы не случилось. Марианна? Так Марианна уже давно мертва. Ну, давай резать. Ой, в смысле Марианна мертва. Это печалька. Че я несу, Марианна мертва. Хотя Марианна, может, она не особо-то живой человек, даже в живом состоянии. Она как это... Зачем вы меня раздвоили? Что мне здесь... Ричард? Вы здесь? Вы здесь? Вы же не хотите мне сказать, что при таком отвратительном управлении и всяком таком у меня тут будут боссы? О, тут что-то есть. Погоди. Какие-то ноты. Похоже, это часть произведения. Объединить я ни с чем. Ну, да. Но мы их заберем. Интересно, что с другой стороны. Ну, давайте тут тоже глянем. Миночку. Оно пропало и в этом, и в том мире. Вот это взаимодействие. Из-за подобного ракурса... Так, там бабочка на стене. Погоди. А, бабочка на стене. Это просто бабочка. Это не что-то важное. Дневник наставника. Погодите. У нас было извинение. Я просто напомню тебе. Дорогая Урсула. Наверное, когда я же почему я пишу тебе письмо, я не говорю с тобой лично. Причина, к сожалению, очень простая. Пишу тебе, потому что я трус. Я не решил лично сказать тебе, что я должен. То, о чем мне необходимо признаться. Мне невыносимо даже думать о том, что я разобью сердце. Но, увы, твой друг РТ. Роберт или не Роберт. Роберт Тарковский. Погодите. Тарковский РТ. Все, понятно. Наставник. Это Тарковский. Ну, скорее всего. Хорошо. Дневник наставника. Томас. Меня всегда поражала глубина и детальность его воображения. Его разум тонет в гипнозе сюрреалистических видений. Он описывает образы с мельчайшими подробностями так, будто действительно все это видел. Словно кто-то или что-то приоткрыло завесу и позволило ему заглянуть. За пределы нашей реальности. Ангел? Демон? А есть ли разница? Это не имело для меня значения, когда его видения оживали на моем холсте. Кто-то может счесть, что я использовал мальчика, чтобы разбудить свою... Томас. Чтобы разбудить свою угасшую фантазию. Но как я мог позволить этой уникальной точки зрения о том бездонному источнику вдохновения пропасть зря? Нет, все. Это было бы непростительно. То есть Тарковский, он же у нас еще и художник. Его холсты это оказывается видение мальчика... Погодите, туда я пока не пойду. Видение мальчика, который... Что? Поменя... Да, хотел сказать, поменяйте мне... Ох ты! 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 Вы не думаете, что ему быть лучше в доме престарелых? Или с семьей? У Ричарда нет семьи. Ричард. Ох ты! Бедный! Он так... Он как будто... Не в себе. Знаете, мы когда-то были близки... Ну, не в смысле близки, но... Хорошо. Я буду за ним присматривать. Полый как кукла. И так сказала печаль. О! Хорошо. РТ. Ричард Тарковский. Тарковский... Он когда-то здесь отдыхал и отверг вот эту медсестру. Теперь с ним что-то случилось. Возможно, из-за того, что он рисовал картины. Которые ему показывали... Ну, через мальчика вот эти демоны. Теперь что-то произошло. Теперь он стал полым. Привет, Dark Souls. А вот эта медсестра, она о нем заботилась. Потом через нее вселился демон. Убил Тарковского. И, наверное, перебил тут половину санатория. Пока такое предположение. Хорошо. Нам нужна сила. У меня нет энергии. Мне нужен источник силы, чтобы пройти туда, на балкон. Еще кусочек нот. Объединим, пожалуйста. Еще кусочек нужен. Кстати, мазурка. Сверху надпись. Мазурка. То есть, вот эти вот... Можно без звуков? Это радио. Я думал, что это кое-что похуже, чем радио. Ну, ладно. А ты кто у нас такой? Дневники наставника. Опять же, Тарковский. Хорошо. Я помню, как впервые встретил его. Тогда он уже работал на заводе. Но он все еще не успел повзрослеть до конца. Его глаза были широко раскрыты. Он постоянно оглядывался, словно напуганный зверь. Его родители погибли во время Варшавского восстания. И он не хотел рассказать о том, через что прошел в последующие годы. Я на него не давил. Вскоре стало ясно, что у него больше никого нет в этом мире. Я сразу понял, что, несмотря на юный возраст, он повидал такое, что никому в его возрасте не следует видеть. Я сразу понял, что он особенный. Это он про Томаса, скорее всего. Ничего у нас... Машинка. Машинка гоночная. Номер два. Хорошо. Вот сюда. Это у нас... Сюда попасть я не могу, да? То есть могу, но только в реальном мире. Если бы тебя не разворотило на две части, то ты туда спокойно бы прошла. Так, у нас тут есть шушушу. Давайте посмотрим. Лошади. Они же лошади. Подойдите, ребята. Познакомьтесь с Лилианой. Она будет рисовать вместе с нами. А почему нельзя поиграть с друзьями, дядя Ричард? С друзьями? О, Лилианна, я обещал твоему папе, что ты будешь проводить время с другими людьми. С друзьями? Блин, а что ты еще удивляешься? Погоди, Лилианна это печалька. Печалька у нас тоже видит призраков. Она их считает своими друзьями. Все остальные считают ее странной. Ну, как бы, все логично. Отказ от величия. От дневники наставника. Значит, Тарковский. Я так долго пытался направить его на путь, показать ему всю широту его потенциала. Он все время отказывался, утверждая, что он не художник и что рассматривает наши встречи как терапию, а не как выражение себя. В конце концов, я его уговорил. Он согласился поступить в университет, но при условии, что сам выберет специализацию. Так он начал заниматься архитектурой. По-моему, начал сходиться. Сначала я был настроен скептически и думал, что он променял амбиции на профессионализм, но был глубоко внутри, радовался, что я единственный, кто воплощает его видение в жизнь. А потом он встретил ее. Наши сеансы рисования стали совсем редкими. Ему больше не нужна была моя помощь в борьбе с его демонами. Томас. Возможно, записи обеспокоенного человека. А обеспокоенный человек это у нас и есть Томас, потому что, смотрите, все почти готово. Главное здание вышло еще лучше, чем я ожидал. Осталось доделать менее заметные части этого дома отдыха. Черт, это идеальное место. Та-та-та-та-та-та-та-та. Я на... Долго еще... Так. Вот, начало сходиться. Он поступил на... То есть он работал на заводе, он был достаточно взрослым человеком. То есть молодой, но достаточно взрослый, чтобы работать. Он поступил на архитектора, выучился и построил Ниву. А потом привез сюда Тарков... Все, начало закругляться. То есть Тарковский у нас был, кроме того, что художником, он еще и был здесь руководителем вот этого детского терапевтического, наверное, грубо говоря, общества. Ну, если так можно сказать. Так, и отсюда я пришел. Хорошо, у нас есть дверь направо-налево, куда мы пойдем. Пойдем мы, наверное... Тут по центру ничего нету. Не могу ничего посмотреть. Это воспоминания мы уже посмотрели. Нам туда к Саранча надо сходить, но для этого нам нужно найти источник силы и зарядиться. Поэтому сначала мы, наверное, сходим сюда. Мне кажется... Почему-то налево, не знаю. О, тут столько воспоминаний. Причем дурных. Вина, унижение, гнев. Гнев. Дневник наставника. Последовательность в безумии. Давайте посмотрим. Это вошло у нас в привычку. Я брал альбом, а он садился рядом со мной, закрывая глаза и начиная рассказывать. Описывал то, что видел своим внутренним взором. Говорил о неведомных нам мирах, ужасных и великолепных упражнениях. По развитию фантазии стало неиссякающим источником вдохновения. Мои руки ни на секунду не останавливались, запечатлевая на бумаге наброски неописуемого. Сначала я не понимал, почему он так охотно делится со мной своими видениями. Ведь он считал их тяжким бременем, приносящим боли и тревогу. Но вскоре я понял. Он просто хотел, чтобы кто-то увидел в его видениях не признаки безумия, а нечто прекрасное. Вполне объяснимо. Каждый же ищет понимание, правильно? Радио. Кстати, да, тут работало радио. И глобус. Смотрите, кстати, как он выглядит здесь и здесь. Это прикольно. Сфокусироваться на мире духов. Этот глобус. От него исходит чувство одиночества. Он даже... Он кажется незавершенным. Нам нужна верхняя дуга какая-то, наверное, да? Хорошо. Поищем. Нам нужен кусок глобуса, чтобы получить от него, скорее всего, воспоминания. Так я понимаю. Или же, возможно, глобусы станет нашим источником энергии. Что не исключено. Камера меня дальше пускать не хочет. Спасибо. Мне было бы интересно глянуть, что там, но нет. Игра такая, чувак, не надо. Мы туда ничего не положили. Нам было лень делать этот кусок комнаты. Просто не надо. Не ходи туда. Пойдем теперь... Ай, блин, двигайся скорее немножечко. Давайте в эту сторону теперь сходим. На балкон-то мы... Ну, это не... Я, грубо говоря, балкон. Я не знаю, что это такое. Туда мы не сходим, пока не откроем. Заперто. Ага. Тут нужен ключ. Хорошо. Наверное, стоило это сделать сразу, но я забыл. Давайте ходить с этим. Так, тут нам подсвечивают... Они, в общем, что сделали? Они говорят, рекомендуем играть на джойстике не потому, что на клавиатуре будет играться плохо, потому что нам просто было тупо лень сделать нормальную под клавиатуру, чтобы играбельно было. Потому теперь вы будете ходить и восьмью пальцами управлять на клавиатуре и одним пальцем на мышке. Распределять это все мы не будем. Идите нафиг, ребята, которые играют на клавиатуре. Причем я не против. У меня есть геймпад. И я не против поиграть на геймпаде. Там где это оправдано. Например, в файтингах, в платформерах и всякое такое. Но вот это, на мой взгляд, абсолютно неоправданно. Эта игра не требует геймпада. Просто разрабы сделали так, что... Ну, мы не хотим делать управление под клавиатуру. Спасибо. Так, это мы уже проходили, это читали. Я думал, что это какая-то коробочка, а это не коробочка. Что я там говорил? Загадки тут не такие уж и плохие, да? Угу. Давайте ныкаться здесь. Шарашиться в поисках. Погодите, а где у меня сейчас ближайший источник силы, который я могу взять, чтобы просто тупо подзарядиться? У меня же нет источника силы, правильно? Погодите, это просто розетка тут отображается. А, как же это неудобно-то. Так, а ты на бегу можешь искать, смотреть, думать? Можешь. Видели бы вы, как мне сейчас приходится изворачивать свои пальцы, чтобы вот это все оно работало по-человечески? Ну, тут тебя съедят, да. Щит у меня не заряжен. Мне явно туда. Так, давайте думать еще над... Нет, над глобусом. Я могу? Нет. Тут, кстати, в мире духов интуиция не работает. У нас вон выход на балкон, но в мире духов он заблокирован, туда мы выйти не можем. В глобусе у нас не хватает чего-то. Он кажется незавершенным. Причем вставить туда, кроме... Ну, и лезвия тоже туда не могу вставить, но типа у нас ничего не вставляется. Тот самый момент, когда ничего не вставляется, да. Фишка в том, где я должен это искать. Это где-то здесь, в Day Room, в комнате отдыха, или же... Или где? Из-за того, что она, кстати, разбита на 4 зоны по камерам... Погодите, а почему я смотрю только... Эээ! Это глупо. Я смотрю только по миру... ...настоящему какую-то вещь. А мне же нужно искать что-то в мире духов, правильно? Погодите, как там можно было отрываться? Вот так можно было. Вот так я сюда и попаду. Чего я туплю? Так, вот здесь вот мне нужно будет сейчас найти что-то, что я вставлю в глобус. Вот оно. Спасибо. Назад. Вот и все. Так мы сюда и попадем. Ну, туда, по крайней мере. Тут у нас больше ничего нет. Я забыл, что я могу отрываться. Это просто... Серьезно, все эти механики, они используются не на постоянной основе, а как раз дают тебе время забыть, что ты так можешь, и потом такие... А, ну слушай, давай-ка ты вот так вот сделаешь. Причем, в мире духов я могу отрываться и пойти туда, а здесь, в настоящем мире, я не могу отделиться, закрыть мир духов и сходить на балкон. Вот это, кстати, на мой взгляд, немножечко неправильное решение. Сделайте двухстороннее, чтобы можно было и то, и другое. Ну, хорошо. Так, так, ты. А, тебе еще и собрать надо. На мышку это все отвратительно работает. Да я хочу, чтобы ты... На глаза нажми. Можешь мне, пожалуйста, не бесить? Я не могу нащупать среднее. Так, минуточку, чтобы нос двигался вниз, мне нужна челюсть вверх, да? Да, настройся ж ты. Нос вниз. Отлично. Теперь глаза. Еще раз челюсть вверх. Теперь нос. Ну, они все посередине сходятся. Вот в чем проблема. Мне нужно, чтобы они не сходились посередине. Видите, если я так делаю... О, черт с тобой, сошлось и так. Еще один стык миров. Может, он подскажет мне способ выбраться. А-а-а! Вот оно как! Это откроет мне дверь на балкон. Хорошо, но... О, кстати, сохранение. Спасибо. Нет, это, конечно, красиво. Вот это сейчас была хорошая идея. Но вот все-таки остается в воздухе фишка с тем, что почему нельзя... Если можно отделиться от тела, то почему нельзя отделиться от духа каким-то образом? Ну, то есть, большую часть игры ты же ходишь не в духовном мире, а в обычной оболочке. Ну, да. Так, это та комната, которую мы не могли попасть. Отлично. Теперь мы сюда попадаем. Вот он, источник силы. Ноты. Мне не хватает кусочка. Мне не хватает кусочка. А вот это вот мы сейчас с вами шорткатит сделаем. Я думаю, я сыграю ноты, и это станет каким-то ключевым моментом. Здравствуйте, ключик. Номер 7. Хорошо. Рисуночки я не могу посмотреть. Хорошо, ключик от той двери, чтобы нам не пришлось туда нырять. Это раз. Я люблю эту мелодию. Она напоминает мне о детстве. О хороших его днях. О плохих дни. Они тоже вспоминаются, правда? Это, кстати, печалька, наверное. Ты очень умная девочка, Лили. Ты это знаешь? Ты особенная. Его голос, это что? Печаль? Ооо... Сэднес. Сэднес! Может, поэтому ее зовут Печалька, потому что... Так, мне вот что интересно. Вот эта вот дверь здесь. Я не могу туда пройти, потому что... Хорошо. Полный бак, шеф. Аааа, слишком слабое впитать не получится, как будто чего-то не хватает. Я понял. Пока я не соберу ноты, я не заиграю пианино, а пока не заиграю пианино, не смогу пройти дальше. Хорошо. Ну, насколько это может быть хорошо. То есть, моя изначальная цель, которую я себе поставил, выйти туда на балкон, это зарядиться энергией. То есть, все это срабатывает. Сейчас мы с ключиком пройдем сюда. Ай, ну давай уже сюда. Оп-хоп. Ну, кстати, какая-то музыка задом наперед играет. Сюда мы уже духом заходили, но... Ой, есть пш-пш-пш. Давайте послушаем. Ну уже, Ричард, ты всегда помогал мне. Разреши оказать тебе ответ на услугу. Не знаю, Томас. А как же моя работа? Университет. Ричард, я знаю, что тебя оттуда вышвырнули. Похоже, если ты кого-то разозлил. Стаси с нами, дружище. Ради меня, ради них. Значит, он пригласил его сюда. Интересно, ради них. Это ради кого? Ради детей. Я так полагаю. Хорошо. Давайте еще раз, погодите. Мне нужно точно уловить, кто это говорит. Ну же, Ричард. Ты всегда помогал мне ответ на услугу. Это Томас говорит Ричарду. Не знаю, Томас. Как же работа в университете? Ричард, я знаю, что тебя оттуда вышвырнули. Все, я услышал все, что мне нужно было. Значит, Тарковский преподавал в университете в те времена, когда он рисовал картины и нашел молодого Томаса. Он его подобрал и отправил учиться. Томас выучился на архитектора, построил Ниву. Прошло много лет, как вы понимаете. И когда Ричард постарел, его уволили из университета, Томас пригласил его сюда работать воспитателем с детьми. Вот, все, все, все. Теперь все точно складывается. То есть Томас, это у нас взволнованный гражданин, который все это спроектировал, который все построил, который медиум. Ричард, художник, который его воспитал, теперь он стал воспитателем для детей здесь. И он знал, что Печалька тоже видит, она тоже медиум. Все, все сошлось. Хорошо. Вот этот вот диалог, он был очень важен для общего понимания картины и... А тут есть, смотрите, еще одно воспоминание. Ой, тут много вообще чего-то есть. Очки. Очки у нас и будут воспоминания, да? Значит, вот как вы его нашли? Да, он просто лежал там, он... Господин Рекович. Я извиняюсь, он был другом. Дайте мне минуточку. Я просто... Нужно один момент. Это не правда, Томас. Ты считал, что он заслужил это? Значит, сиделка убила Тарковского, а... Почему Томас на него так разозлен был? М-м-м... Ладно. Дневник наставника, то есть Тарковского отделения. Как только я... Как только он обручился, мы почти перестали общаться. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что я ревновал. Он больше не принадлежал одному мне. Со временем я привык к ней. Она прожила... Она поражала и красотой, и интеллектом. В конце концов, я смирился с тем, что он нашел настоящее счастье. Настоящую любовь, крепкую и чистую. Насколько чистую, что она вообще... Вообще могла... Насколько чистой, насколько она вообще могла быть. В любом случае, я был... Ему больше не нужен. Когда появлялся проект, который позже стал известен как Нива, я сделал все, что было в моих силах, чтобы он получил то, что хотел. Хотя я знал, что это всего лишь... Что это лишь еще больше отдалит нас. Я хотел для него самого лучшего. Я любил его как родного сына. Проект Нива. То есть, да, я все правильно понял. Это еще лишний раз подтверждает. Все. Хорошо, и ноты. Да, ноты, наконец-то. Я собрала все кусочки нот. Объединяем. Это у нас... Почитать я все равно еще не могу, но это мазурка. Хорошо. О, сохраняшка, спасибо. Давайте еще этим просканем, блин. А то мало ли что... А, вот, кстати. А, ну это я находил, вы что? Я сначала подумал, что здесь играет радио. Это играло не радио, это были просто обрывки воспоминаний. Все. Пойдем сыграем на инструменте. Мы умеем играть. То есть, даже если у человека есть ноты, если он не умеет играть, эти ноты ему... Нет, все-таки тут какие-то то ли радиочастоты, то ли... Так. Давайте мы сделаем так. Я сейчас получу энергию, пройду через мотыльков, и все, тут не будет никакой твари, да? Давайте по-человечески. Перестань играть, перестань играть! Перестань играть! Фух, спасибо. Становилось слишком громко. Не знаю, мне такие вещи немножечко не нравятся. Я не то, чтобы сейчас авторские права. Нет, это просто неприятно было. Так. Что там у нас? Средняя кнопка с щитом пользоваться, да? А куда нам? Направо или налево? Так, у меня садится батарейка, я лучше выйду, потому что... Оп-оп-оп. Что-то было? Это мне показалось. Я свой фонарик принял за точечку. Батарейка села очень быстро, к сожалению. Поэтому я сейчас еще раз перезаряжусь. Я просто не успел сориентироваться. Подумал, может там что-то интересное. Там вроде как ничего интересного. Пожалуй, что мне все-таки, да, очень сильно нравится в этой игре, это чертов фонарик и батарейка на нем, которая не садится. Так, второй раз мне напробежать, интересно, хватит или нет? Или я ушел отсюда уже навсегда? Ох уж эти чертовы ракурсы. Ох уж эти чертовы ракурсы. Что за говнище, блин? Я не хочу туда идти. Типа, я понимаю, что, наверное, вот это мне хотела показать печалька, но я не хочу туда идти и смотреть. Я на это тоже не хочу. Иди ты лесом, Ричард. А это случайно не алтарь, который мне надо... Так, ну вот, тут чьи-то воспоминания. Картина. Да. Дядя Ричард, у меня руки устали. Ты же несколько часов меня рисуешь. Почти закончил, знаешь, Лили. Ты мне напоминаешь одну девочку. Мою подругу из детства. Ты любил ее? Да, юной, юной, юной любовью. Без взрослой грязи. Ричард. От него исходят странные эмоции. Горе, скорбь и гнев. Что-то еще. Похоть? По-моему, насчет без взрослой грязи ты немножечко лукавишь, Ричард. У меня полбатарейки осталось, если что, да. Ну, на руке видно. Блин, ладно, я схожу сначала туда, потому что мне кажется, что... А, теперь здесь тоже можно посмотреть. Я сюда подходил, здесь ничего не было. Разве ты уже не повзрослел, не переросла игрой с куклами? Держи. Я купил ее специально для тебя. О, ленточка, какая красивая. Спасибо, дядя Ричард. Да, давай я... Впрочем, ты сама можешь повязать. Почему ты не делаешь себя? Что это было? Как будто что-то в нем проснулось. Возможно... А, видите, мотыльки меня ведут... А, все, я понял. Это нужно было сразу заметить. Мотыльки меня ведут к третьему воспоминанию. Оно здесь у нас. Да, 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 да. То есть, я правильно все-таки пошел, что... Правильно сделал, что пошел туда. Ленточка. Нет, я не хотел. Господи, что же я наделал? Тянет холодом. Что же именно ты наделал? Что ты наделал? Ну, как бы, по-моему, это немножечко очевидно, да? Так, меня опять ведут. Это, собственно, то, что мне хочет... Хочет, хочет показать печаль как. Иди в задницу! Кресло, блин. Не тормози, пожалуйста. Не садись в это говно! Я никогда не чувствовала в предметах такого отчаяния. Нет, это... Тра-та-та! Оно звало меня. Хотела мне что-то показать... Нет, тут... Встань! Здравствуй, жопа, Новый год! Это же кресло Ричарда, кстати, насколько я понимаю. О! В каком-то виде... Ну, где же? Вот же дерьмо! Черт. Ну, кто ж так обыскивает, чувак? Нужно планомерно обыскивать каждый. Думаю, что смогу защитить. Идиот! Это Томас? Чтобы... Чтобы... Чтобы ты обо мне понял, что я подвел тебя, подвел нас! Мне кажется, это Томас. Хотя я не уверен. Ладно, не буду. Часы. Что там написано? Все летит к чертям. Мне кажется, там написано для Томаса. Ладно, возможно, я просто фантазирую сейчас. Что? Да, я знаю. Нет, нужно убедиться. Здесь должно быть что-то. Видите, это... Это... Я думаю, что это Томас. Он разговаривает теперь с духами. Что ты хочешь? Черт. Да. Ну, давайте уже, покажите, кто там. Гляди, как ты решился выпустить меня из клетки. И вот сюрприз. Тебе, конечно же, нужна моя помощь. Знаешь что, я не в на стороне рассказываю, что ты видишь. Давай, давай. Да, я чувствую, оно где-то рядом. А почти нельзя. Эй, пытаюсь помочь, вообще-то. Знаешь, иногда я в этом сомневаюсь. А что ты так редко меня распускаешь, не идёт мне на пользу. Спасибо за это, кстати говоря. Мне на так и надо вести себя со своей родной душой. Иди за ногу. Тут ничего нет. Есть. Серьёзно? Я никогда не ошибаюсь в таких вещах, ты это знаешь. Нет, к чёрту всё это. И зачем я только тебя бы послушал? Погоди, погоди. Что? Вот. Где? Что? Подсолнухи, нет? Или... А, нет, ладно. Или всё-таки подсолнухи? Да, вот оно. Помните, у нас уже была фишка с подсолнухами? Это было такое тонкое место. Вот оно. Вот оно. Да. Под картиной с подсолнухами. Очень символично. Что? Ты строишь тенцией? Ты решил паузу не удержать? Бери, чёрт тебя, побери. Да заткнись ты уже. Так. Ну, как бы, почитай, нам тоже покажи, чё. Да, она. Страница за страницей. Да, он помешался на ней. О, нет, 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 нет. Паузу... После паузу... Классно у тебя борода, мужик. Как он обсуждал. Что же он... Что я наделал? Мы не могли знать заранее. И опустили его в свой дом. Он был мне как отец. Как он мог так с ней поступить, ублюдок? Как он мог? Я же говорил, никому не заверить. Только друг другу. Не сутись. Подумай, что будем делать. Подождём. А когда он вернётся, я... Э-э-э, полегче. Помни, что стоит на кону. Дай лучше я с этим разберусь. Не хотите ли вы мне сказать, что... Тогда поспеши. Потому что иначе... Я убью его. Ричард Тарковский. И у нас сзади картина. Так. Ого-го-го-го-го-го. Томас, я не ждал тебя. Всё в порядке, дружище? Видите, я был прав, это Томас. Ты сделал это, дружище? Сделал что? С моей дочерью. Моей тринадцатилетней дочерью. Я доверил её тебе, Томас. А вот этого я не предвиду. Ты сделал это! Я не... Вот как он стал инвалидом. Я нашёл альбом. Заставил себя просмотреть его. Откорки до корки. Каждую грёбаную страницу. Скажи, что не сделал с ней ничего, Ричард. Томас, прошу тебя. Скажи, что я ошибаюсь, Ричард. Скажи, я отпущу тебя. Это был не я, Томас. Ты должен меня понять. Это живёт внутри меня. Да, заткнись. Ты должен мне поверить. Я хотел умереть. Я сделаю всё быстро. Томас, мне так жаль. Она моя дочь. Я не хотел этого. Я не должен был приезжать. Я никогда не пришёл сюда. Ты приехал. Ты знал, что она здесь. Ты знал, что она значит для меня. Томас, я уеду. Ты никогда... Так поздно, чувак. Стой. Что ты делаешь? Нет. Отпусти, отпусти меня. Пусти меня. Вот эту фишку, что печалька дочь Томаса я не просёк. Я думал, что она просто какой-то ребёнок одарённый, который попал в санаторий. Но у нас, по-моему, нигде не было намёков на то, что печалька дочь Томаса. Прорывёт. Ха-ха-ха. Эта паха слишком разрослась. Пора вырезать её. Вот эта серия, если что, вышла интересной. Очень. И мы теперь Томас. Но пойдём мы освободить Ричарда от его демонов. Очень амбициозные планы. Вот, нет, всё-таки смогла меня игра удивить. То есть, многие вещи, они сложились, сложились, сложились. Очень хорошо, очень приятно. То, что до них можно дойти своим умом, это приятно. Но то, что печалька дочь Томаса, я не смог предугадать, предусмотреть. Ты это знал, Томас? По-моему, ты сам этого не знал до этой катсцены, да? Ха-ха-ха. Ладно. Хорошо. Всё, ребяточки. На этом сегодня будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пакета. Субтитры подогнал «Симон»!